Вот какой сюжет не смотрю, начинается с того, что мы этих людей не видим, они редко выходят на улицу, нет ни такой возможности, уже как-то надо менять повестку дня. Наш герой Никита Готовцев инвалид с детства, у него ДЦП. Живет он в подмосковном городе Люберце, работает литературным редактором, но больше всего в жизни любит путешествовать. Мы справлялись 180 километров по Карельской реке Вонги к Белому морю. Это было 10 дней такого дикого, можно сказать, активного отдыха. В Карелии я могу сказать, что я там катался, то есть меня там все перевели, как принцессу на горошине. А Москва, столица нашей родины, где все должно быть вроде как присосованы, она для меня на самом деле является настоящей Карелией. В современном городе нет достаточных условий для самостоятельного передвижения инвалидов. Если обычному человеку никакого труда не составляет просто подняться и спуститься по лестнице, то нашему герою сделать это намного сложнее. Недавно в городе у Никиты появилось социальное такси. Оно специально приспособлено для перевозки инвалидов, но наш герой предпочитает пользоваться наземными видами транспорта и метро. Социальное такси, оно работает только в будние дни, естественно. А в будние дни, ну иногда, допустим, нужно куда-то в выходные отправиться. Вот. То есть есть определенная рассогласованность. И машину нужно заказывать где-то за два дня до поездки. Передвигаюсь и на общественном транспорте. Вот, кстати, на общественном транспорте вот очень... все по-разному воспринимают. Ну, даже есть водитель, один машут говорит, и куда тебя несет все? Куда тебе надо? А несет Никиту на встречу к друзьям. Вместе они создали общественную организацию сами. Сильные, активные, молодые инвалиды. Лучшие как бы средства, когда человека надо не то, чтобы заставить, а чтобы он что-то сделал, это собственный пример какой-то, да. На собственном примере как-то показать обществу, что инвалид это такой же обычный человек, только у него есть проблемы со здоровьем, ничего больше. Ребята даже собираются стать волонтерами на Олимпийских играх в Сочи. Мы наравне со здоровыми людьми можем быть волонтерами. То есть не просто потреблять, как обычно мы это делаем, а сами отдавать. То есть это очень важно, когда инвалид может еще как-то координировать какие-то действия, на информации работать, билеты отрывать. Ну то есть быть полноценным волонтером. Название сами придумал Никита. Отходу мне пришла идея вот этого вот названия сами. Потому что к какому инвалиду там не подойдешь, там помочь ему, завязать шнурки, там или что-то сделать, он скажет, нет я сам, нет я сам. И вот каждому человеку, если у него там нет, там не работают руки или ноги, но если он может там бородой что-то делать, он это будет за бородой делать. Пусть он это будет делать два часа, но он это сделает и скажет, вот я это сделал. Юмор помогает Никите справляться с трудностями, ведь с ними он сталкивается гораздо чаще, чем мы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok